Здравствуйте! Помните, как устроена Италия? Это ботфортик. Наверху Милан, Венеция, знаменитые города. Внизу Сицилия, Балерма, Сиракузы, родина Архимеда. А что посередине? Посередине регион, о котором даже сами итальянцы ничего не знают. Мализа. Итальянцы подшучивают над своей терра инкогнито. Вот, например, фантастическая карта мира, где Мализа поместили прямо в сказочный Вестерос из «Игры престолов». И выглядит Мализа, особенно горная часть, совсем не по-итальянски. Напоминает наши края. Сугробы по плечо, заносы по крышам. Да, не сезон, но в это же самое время где-нибудь во Флоренции люди загорают. А тут... Солнечная Италия, говорили они. Погреешься, говорили они. Автобус не придет. Зато в этом уединенном краю есть то, чего нет больше нигде. Помимо сладкого, соленого и прочих вкусов, здесь имеется еще один сугубо местный. Вкус трансуманса. Итак, сегодня мы попробуем на вкус магию Мализы. Узнаем, как можно разбогатеть, просто разок копнув лопаткой в нужном месте. Давайте вместо того, чтобы готовить, соберем все эти трюфели и убежим. Познакомимся с древней традицией трансуманса. Это холод, грязь и деликатес. По ночам приходит Стрэга, такая небольшая ведьма. Она заплетает косички животным. И я покажу вам дом своей мечты. А может и вашей. А также мы приготовим самый знаменитый сыр этой земли. А-а-а! Он горячий. От видов горного Мализа веет чем-то родным. О, как будто дома очутился. Но нет, это Италия. Нетипичный пейзаж для этой страны, не так ли? Мы в Капракотте. Это часть региона Мализе. Здесь начинается их знаменитая трансуманс. И здесь же, как говорят, лучше всего готовят ягнятин. Само название местечка говорящие. Капра – овца. Котта – варить. Капракотта – вареная овца. А, сами понимаете, овец в окрестностях хватает. В округе на три тысячи жителей тысячи овец. Ещё тысячи лошадей и пять тысяч коров. Всё это трансуманса. Но что же это такое, в конце концов? Узнаем у главных адептов трансумансы – пастухов. Так что такое трансуманса? Трансуманса – это дорога. Путь, по которому дважды в год перегоняли скот. Его проложили предки тысячу лет назад. Самый правильный маршрут, ведущий из горных пастбищ в долину и обратно. От холода к теплу, к тучным пастбищам и назад. Зелёное шоссе, протоптанное за века миллионами копыт. Это наша дорога, но также и традиция, обряд. Слово трансуманса из двух латинских корней. Транс – через, и хумас – земля. Трансуманса связывала регион воедино, помогала наладить отношения с соседями. Вдоль пути строились фермы, велась торговля, завязывалось общение. Хочешь кого-нибудь повидать? Дожди с трансуманса, когда всё приходит в движение. Это тем местный аналог Великого Шёлкового Пути. А как влияет трансуманса на качество еды? В ходе трансуманса животные питаются чистейшей травой, пьют воду из горных ручьёв. А воздух у нас какой. В результате молоко и мясо получаются отличные. И всё натуральное, с большой буквы «Н». Кстати, Доменика за 80, и он в отличной форме. Наглядное свидетельство влияния трансуманса на организм. По ночам приходит Стрэга, такая небольшая ведьма. Она заплетает косички животным. Я не уверен, что Стрэга существует, но всё может быть. Да, Стрэги-то они полезные скорее или вредные? По-разному. Если ты её не уважаешь, может отомстить. А если к ней по-хорошему, всё нормально. Я думаю, это человек такой, который умеет в Стрэгу превращаться и может в окно залезть. Видите? Здесь водятся волшебные существа. Значит, магия местной кухни выросла из трансуманса. Не терпится попробовать её на вкус. На горном пастбище очень-очень холодно. Ничего, согреемся в ближайшей троттории. Тем более, что здесь заседает Винченц, как он сам говорит, ветеран трансуманса. Скажите, а что такое трансуманса для Мализа? Вроде потеплее становится. Сейчас это разве трансуманса? Вот я начал в 13 лет скот водить. Представьте современного 13-летнего, чтобы месяцами жил под открытым небом в холод и непогоду. И ещё ответственность за стадо на тебе. У нас раньше в Мализа не было работы. Молодёжь без дела болталась, сами понимаете. Так вот так собирали и вперёд. Горная дорога закаляет характер, учит ценить простые вещи. Тепло, крышу над головой. Ну и зарабатывать своим трудом – это тоже полезно. Видите, трансуманса влияла на все сферы жизни горного сообщества. Как связаны трансуманса и местная кухня? Совсем хорошо. Это, считай, одно и то же. Местные раньше буквально жили со своими овцами, коровами. Соответственно, блюда рождались в этом тесном кругу. Скажите, а в наши дни трансуманса – это скорее традиция или всё ещё необходимость? Ну вот, наконец-то согрелся. Необходимости путешествовать со стадами через ненастья в наше время, конечно, нет. Но некоторые проходят часть дороги, отдают дань уважения обычаям предков. Как бы там ни было, я счастлив, что большую часть трансуманса я провожу не там, среди заснеженных полей и овец, а в уютных домах и кабачках, которые по пути. Хотите попробовать, министр Батан? Для начала постарайтесь чуть-чуть замёрзнуть, чтобы чувства обострились. Затем возьмите 5 картофелин, треть стакана молока, столовую ложку сливочного масла, стакан чечевицы, бекон. Блюдо простое, ибо готовилось пастухами в чистом поле. Отвариваем очищенный картофель и чечевицу. Делаем пюре на молоке и масле. Добавляем в него мелко нарезанный бекон. Выкладываем на тарелку горкой. Возможно, повара вдохновлялись видами. Сверху горячую чечевицу по бокам полоски бекона. Ждём, пока бекон слегка подтает. Наваливаемся. На пути трансуманца выросли фермы, где можно остановиться, обогреться, отдохнуть. Ну и перекусить, конечно. В одном из таких приютов я обнаружил... Впрочем, смотрите сами. В моём представлении идеальный дом – это... Многие древние традиции постепенно покидают мир. Но это – выдерживать колбасы и окрака прямо в доме – соблюдается тут до сих пор. Сальсиччи аутамолизе разной выдержки. Сыр качаковала. Рядом в хлеву – брауни. Коровы, которым мы обязаны этим изобилием. Дом мечты – одинокий хутор Орландо. Здесь я, наконец, увидел, как рождается самый знаменитый сыр – молиза. Ну вот, сейчас мы с Виторио покажем, как готовится настоящий качаковала. Качаковала с трюфелем. Да, тем более с трюфелем. Стой, стой, стой. Виторио. Нельзя быть таким расточительным. Такой молодой и уже такой расточительный. Окей. Перемешаем. Окей. Я помогу. Виторио, это кипяток. Не страшно. Качаковала – лошадиный сыр. Форма объясняется тем, что головки сыра перевозили на коне, перекинув через шею бечевку. Сейчас возят на машинах, но традиционный вид у сыра остался. Молоко попадает в цех прямо из коровника по трубе. Здесь его нагревают до 40 градусов. Добавляют сыворотку и выдерживают 2 часа при температуре 60 градусов. Можно лепить. И вот на наших глазах сыр обретает ту самую форму. Качаковал. Си. Как по мне, это и есть магия. Дай подержать, дай подержать. А! Он горячий. Не так. Надо вытягивать. Ладно, ну я так в основном. В основном я все сделал, но доверю, так сказать, окончание работы своему подмастере. Так выглядит Качаковал. В рассол его. Идеально. Перфектно. Видите бечевку? По традиции головки сыра продают попарно. Как будто бы до сих пор с лошади торгуют. В рассоле наш Качаковал проведет всю ночь. Потом его подвесят к потолку созревать. На месяц, а может и на год. Всю эту прелесть можно попробовать прямо здесь, у камина. Квинтэссенция того, что называется своя местная еда. Магия вкуса, магия места. Все произведено в радиусе 100 метров. Возможно, с точки зрения кулинарии, это самые лучшие 100 метров в мире. Магия вкуса, магия места. Пожалуй, я понимаю молодого Орландо, который не торопится уехать отсюда в большой город. Я так вообще готов остаться здесь навечно. Магия вкуса молизе – это магия места. Сила пенатов. Вообще, итальянцы уверены, что лучшую в мире еду должно быть видно невооруженным глазом. То есть, лучшая колбаса делается в этой лавочке. Лучшую рыбу ловит муж Марии Антонетты. Лучший сыр делает Джузеппе. Привет, Джузеппе. А лучшие помидоры растут на склоне недалеко от города. Единственное исключение из этого правила – шоколад. Шоколад. Нам ведь положен десерт после обеда и перед ужином. Сейчас покажу вам кое-что. Пойдемте быстрее. Да, но уберите от экранов детей. Не потому что они напугаются. Наоборот, им может слишком сильно понравиться. Мализе – регион небольшой, но собственная шоколадная фабрика имеется. Шоколад, хоть еда заморская, отлично здесь прижился. Уникальный случай для Италии, где всегда предпочитают свое, в буквальном смысле. Еда, приехавшая откуда-то дальше 50 километров, уже таковой не считается. А тут шоколадные бобы из Перу и Эквадора, испанский миндаль, корица из Шри-Ланки. Шоколад. Вот магия, которая действует решительно на всех. Ну, кроме тех, кто на диете. На них она действует в два раза сильнее. Сейчас мода на натуральный горький шоколад. Но в Мали за ее не придерживаются. Здесь ценят яркие сочетания с орешками, ягодами, пряностями. И чтоб занятные фигурки. Есть и шоколадные рекордсмены. А шоколадные яйца у них покрупнее наших. Намного крупнее. Видели когда-нибудь такое? Это ж... Да оно просто огромное. Там что-то есть. Ну ладно. Есть вещи, которые следует сделать хоть раз в жизни. Это будильник. О чем я? Ах да. Кажется, ради шоколада итальянцы готовы терпеть заморские продукты, рецепты и специи. Но только ради шоколада. Но трансуманца – не единственный источник магии вкуса горного Мализа. Чтобы полюбоваться на другой важный элемент местной кухни, пришлось опять тащиться туда, где ветер, грязь и холодно. Не, Франк, все, я пошел. Ты же вроде из России, не должен мерзнуть. Да, но у вас холод какой-то дикий. Послушай лучше, какие у нас тут правы растут. Вот лаванда. Еще у нас отличные шалфей, розмарин, тимьяна, ригана. Мы применяем травы в косметике, кулинарии, а также в медицине. Медицина. Гастрономику, косметику, медицина. Си. Видите, можно даже, не зная языка, понять, о чем идет речь. Франко – энтузиаст местной флоры. Даже в межсезонье он готов рассказывать о ней, пока кровь не замерзнет. А я лучше проверю, каковы эти травы в тарелке. Пойдемте. Как говорится, подальше от медичины, поближе к гастрономику. О травах и повар сможет интересно рассказать. Так, розмарин? Розмарин. Розмарин. Эликризио. Как? Эликризио. Тимьян. Мелисса. Шалфей. Мелисса. Мелисса. Ты называешь Мелисса? Лаванда. Лаванда, но тут не ошибешься. Джан-Лука, а что-нибудь, кроме травы, у вас на кухне есть? Поищем и приготовим с лавандой. Да, пора пустить в дело наш горный гербарь. Джан-Лука, обычно я самый высокий. Придется прыгать. Как дела? Все хорошо. И что приготовим? Итак, бокончини дианелло, ларделлати, инчессино ди паренеро, Официант такой же уснул, не дождался. Но, с другой стороны, это прекрасно, потому что в названии блюда перечисляются все ингредиенты. И мы с самого начала знаем, чем будем лакомиться. Вот ягненок. Очень вкусный. Качаковала. Все местное. Лошадиный сыр. Соприсада. Соприсада. Видите, в названии нам чувствуется слово пресс. И не напрасно. Действительно, эту колбасу какое-то время выдерживают под прессом. И оттого такая форма. Видите? Вот это след от пресса. Пекорино. Пекорино. Но пекорино – это сыр, который распространен по всей Италии. Тем не менее, каждый регион считает, что их пекорино лучший. Ммм, я не верю своим глазам. Неужели это сало? Лардо. Лардо. Сало. А вот хлеб, он черный. Потому что в него добавляют уголь. Вот в чем дело. То есть здесь содержится уголь. И вы знаете, в некотором смысле это напоминает действие активированного угля. Поэтому этот хлеб, он улучшает пищеварение. Ну и вообще, так сказать, полезен. И, наконец... Триуфели. Лучшие кусочки ягнятины обжариваются в нашем гербарии. Заворачиваются в сало. Да-да, все калорийное. Но вы ведь помните трансумансу? И в печь на несколько минут. Опять с трапами. На тарелку льется расплавленный сыр. С трапами. Горшочек из самого черного хлеба в мире. В него прекрасно помещается рулетик. Сверху трюфель. Картофель на гарнир. Готово. Блюдо. Если вы сможете произнести название, считайте, что уже бегло говорите на итальянском. Ну что, попробуем. Подожди. В чем дело. Что это? Оливки. Понимаю. Сушеные толченые оливочки. Теперь можно? Вы первый. Мало ли что. Вкусно. Боно. Вкусно. Учитывая длинное название блюда и мои способности полиглота, я, наверное, быстрее съем это блюдо, чем закажу. Вообще, итальянцы очень храбрый народ. Ну, во-первых, Гай Юлицесов. Во-вторых, в одном блюде шалхей, орегано, тимьян и даже лаванда. Другой бы испугался, что чересчур. Но не Джан Лука и его великие предшественники. Си. В каждом регионе Италии есть блюдо, куда нарочно кладут самые любимые и лучшие местные продукты. В Молизе требуйте... Боккончини диагнелло, ларделлати, инчесино ди паненеро, колламелли ди тартуфу. Да, именно это я и хотел сказать. Итальянцы – приверженцы традиций. Для них это не какой-нибудь фольклор, а быт, повседневная жизнь. Это касается и кухонных принадлежностей. В Италии в каждом регионе свой сыр, своя колбаса и свой нож, чтобы всё это резать. Мы считаем, что лучший нож – тот, что выкован вручную. У меня тут разные есть. Вот сицилийский. А вот это сицилийский нож. Ну, думаю, у него не очень хорошая репутация. Сицилия, вы же помните, мафия. Тут лезвие блокируется. И мы не будем его раскрывать, пока на горизонте не появится колбаса. А вот и наш, униялья. С рукояткой из ясеня. А здесь – древнеримская классика. Я когда по этим землям маршировали легионы. И у каждого солдата был такой нож, потому что он использовался в армии древнего Рима. Так сказать, младший брат римского меча Гладиуса. Виторий, я человек мирный, но мне надо знать, какой из ножей лучше всего подходит для того, чтобы резать местную колбасу и сыр. Вот на этот, посмотри. Для хлеба тоже годится. Малязийский нож до сих пор называется дуэльным. Раньше, в суровые времена, эти три щелчка означали готовность к драке. А теперь – трапези. Ну вот, мы готовы. Все. Осталось найти колбасу, сыр и то, и другое. Вы, наверное, догадываетесь, каков третий столб мализийской кухни – источник магии вкуса. Мы уже видели его на тарелке. Правильно, трюфель. Местные уверяют, что Мализа поставляет половину всех итальянских трюфель. Тут подходящий климат, роза ветров, чистая почва, лес. Но, как здесь говорят, кое-какие другие регионы гораздо приписывают себе чужие заслуги. Поэтому о трюфелях из Мализы не все слышали. Но мы-то слышали. Значит, пора попробовать. Гаэтан, некоторые люди от трюфелей просто без ума. В чем магия? Почему? Я бы сказал, что магия в неповторимом вкусе, который трюфель берет из воздуха, воды и земли, на которой растет. А вообще его действия трудно объяснить. Волшебство. Гаэтан, а какой самый дорогой трюфель вы видели за всю жизнь? Вот такой белый. С большую картофелину, 800 граммов. Размером с картошку? Продан за 20 тысяч евро. Да-да. Не дешево. Гаэтан, у меня есть предложение. Давайте вместо того, чтобы готовить, соберем все эти трюфели и убежим с ними. Денег нам хватит. Отличная идея. Сматываемся. Я беру это. Берите. Да-да-да. Чао. Разумеется, небольшие трюфели стоят гораздо дешевле. Но вкус-то тот же самый. То есть даже мы с вами вполне можем позволить себе это ладмство. В Молизе, во всяком случае. Гаэтана, древние римляне, ваши, собственно говоря, предки, считали, что трюфель появляется от удара молнией. Как вы считаете, это правда? А еще некоторые принимали трюфели за испорченную картошку, которая воняет, и выбрасывали. Но со временем разобрались. Гаэтана, что мы сегодня приготовим? Ризо арборио с черным жемчужным трюфелем. Треску в панировке под кремом из нута с трюфельными хлопьями и шоколадный торт, опять-таки с трюфелем. То есть у нас фактически получится целый обед трапеза с участием трюфеля. Если у вас есть трюфель, ухищрение ни к чему. Просто отвариваем рис. Треску опускаем в тесто и жарим в кляре. Делаем соус из нута. Печем кексы. Шоколадная паста, сыр рекордно. И все, все щедро посыпаем трюфельными хлопьями. Трюфель – поистине магический плод. Никто не может сохранить равнодушие, когда с ним встречается. Его или любят всем сердцем и желудком, или с такой же страстью не одобряют. Этот гриб доминирует в любом блюде. Вероятно, это самый дерзкий и самый яркий продукт в мире. На мой взгляд, в кулинарии трюфель работает как коэффициент. То есть отличное блюдо, например, ризотто или треску в кляре, он превращает в превосходное. Умножает на 10. Если, конечно, вы любите трюфель. Такова магия вкуса горного края Мализа. Девственная природа, которая снабжает трюфелями и ароматными горными травами. И древние обычаи трансуманца, породивший множество прекрасных блюд. Трансуманца перестала быть насущной необходимостью, но ее продолжают выполнять. Уже скорее как обряд. Обряд самой лучшей магии. Магии вкуса. Магия вкуса.